В эфире новости Карелии в студии Юлия Бараева. Здравствуйте! Смотрите сегодня. Очень хороший показатель и говорит о том, что действительно у жителей Петрозаводска достаточно правильный подход. Первая партия в торсырья отправится из Карелии в Санкт-Петербург. Насколько успешно горожане справляются с раздельным сбором мусора, узнал наш корреспондент. Вдохнуть, не дышать. Мобильный флюорографический комплекс работает в Петрозаводске. Салюты, салюты, стрельба. В чем дело? Вышли оттуда. Победа, победа. Накануне 9 мая ветеран Борис Павлович Бойцов поделился своими воспоминаниями о войне и победе. Сегодня в Петрозаводске прошла первая погрузка в торсырья с мусоросортировочной линии, которая начала свою работу чуть больше месяца назад. Из карельской столицы 20-тонная фура отправится в Санкт-Петербург, где на заводе по переработке отобранный мусор обретет новую жизнь. Подробности расскажет Егор Буяло. Опрессованные кипы бумаг и картона скоро начнут свое путешествие из столицы Карельской в столицу Северную – Петербург. На протяжении месяца это вторсырье наряду с пластиком, металлом и другими видами коммунальных отходов сортировалось на первой промышленной линии в Петрозаводске. Всего за апрель через нее прошло 115 тонн мусора. Из них получилось 72 тонны полезных фракций. В процентном соотношении это порядка 63%, что в принципе очень хороший показатель и говорит о том, что действительно у жителей Петрозаводска достаточно правильный подход к сортировке твердых коммунальных отходов. В то же время показатель 63% говорит о том, что не все жители Петрозаводска привыкли к системе раздельного сбора мусора. Либо по ошибке, либо осознанно в специализированные желтые контейнеры выбрасывают иные отходы. Потребитель частенько складывает органику, то есть обычный мусор какой-то сырой, то есть нам периодически попадаются. ПНД пакет тоже, который, ну вот майка обычная магазинная, она не идет сейчас в переработку, тоже достаточно много их идет в мусорных контейнерах этих желтых. Есть и другая проблема. Контейнеры наполняются очень быстро, о чем регулярно сообщают жители Петрозаводска. Оператор заявляет, что это связано с количеством установленных контейнеров. Пока их чуть более 500, а должно быть 1200. Ну, во-первых, еще не все контейнеры расставлены. У нас недостаточно статистики для того, чтобы оптимизировать логистику наших машин. Ну, это временное явление. Я думаю, что в скором времени мы все как бы устаканим в этой части. Параллельно оператор готовится к отправке второй партии вторсырья уже пластика, ориентировочно на следующей неделе. Подобно картону и бумаге, он пойдет на переработку и начнет свою жизнь с чистого листа. Егор Буяло, Алексей Локтев, Служба новостей. С 1 января этого года вступил в силу закон, который ввел единый налоговый счет ЕНС. Он упростил жизнь всем от бухгалтеров и предпринимателей до самих сотрудников Федеральной налоговой службы. Это решение сократило количество счетов и вариантов реквизитов. Как бизнесмены встретили изменения в нашем сюжете. Ольга Кирюшкина – учредитель магазина школьных товаров и канцелярии. Неотъемлемая часть бизнеса – процедура налогообложения. Раньше каждый вид платежей имел свои сроки и реквизиты, из-за чего возникали ошибки и путаница. Порой можно было одновременно иметь и задолженность, и переплату. Теперь налоговый счет один, как и сроки уплаты. Требуется указать только сумму платежа и ИНН налогоплательщика. Единый налоговый счет для меня, мне кажется, мне очень понравилось. Потому что это такой своеобразный кошелек, наверное, организации налогоплательщика, который ты пополняешь один раз одним платежным поручением, без детализации по налогам и по реквизитам. Конечно, для нас поначалу это было такое новое сочетание, неизведанное, какое-то пугающее. Пугаться не стоит, утверждают сотрудники налоговой службы. По вопросам изменений в процедуре налогообложения проконсультируют и помогут. Понимание добавит и личный кабинет налогоплательщика. Сейчас у нас личные кабинеты для физических лиц с сальдо ЕНС уже открыты. Они уже видят свое единое сальдо, могут уже уточнять его, задавать вопросы. И такие вопросы поступают. Но вот через какое-то время мы откроем уже личные кабинеты для юридических лиц и для индивидуальных предпринимателей. И они будут видеть всю картину, свое единое сальдо, все распределение по платежам, по налогам. Личные кабинеты станут доступны всем в ближайшее время, когда налоговая проверит правильность загрузки уведомлений и поступивших платежей, чтобы единое сальдо отображалось корректно, а ошибки уточнения платежей остались в прошлом. Илья Лопухин, Варвара Ермоленко, Служба новостей. Минсельхоз Карелии прокомментировал ситуацию с задолженностью по зарплате на Медвежегорском молокозаводе. Как рассказали в министерстве, в начале этого года молокозавод испытывал финансовые трудности, из-за чего начались проблемы с оплатой труда. Производство приостановили на неопределенный срок. По информации руководства завода, задолженность по зарплате за февраль и март перед сотрудниками погашена. Идет работа по урегулированию взаимных расчетов с компанией совхоз «Толуйский». Ситуацию контролирует правительство Карелии и администрация района. Трассу «Кола» в Медвежегорском районе завалило снегом. Команда «Карельские оружейники» начала новый сезон с победы. Об этом и не только расскажем в рубрике «Коротко». Автовокзал Петрозаводска изменит расписание рейсовых автобусов в праздничные дни с 7 по 10 мая. График опубликован на сайте автовокзала и в группе «Карел Автотранс» ВКонтакте. ГИБДД Карелии предупреждает жителей республики о снегопаде. Ведомство опубликовало видео заснеженной трассы «Кола» в Медвежегорском районе. Водителей призывают не превышать скорость и быть внимательными. Дом Тучинов-Шолтозера, в котором в годы Великой Отечественной войны работали подпольщики, отреставрируют специалисты из Вологды. Здание построили в 1920-х, в последний раз реставрацию проводили в 1976 году. 5 мая в 16 часов в рамках Всероссийского субботника «Зеленая Россия» в Петрозаводске посадят березы и сирень. Акция пройдет в районе лицея номер один на Березовой аллее и в сквере «Березка». Посадочный материал и инвентарь предоставят. Карельские оружейники начали новый сезон с победы. Во второй лиге чемпионата России по американскому футболу в Череповце сборная Карелии одержала победу над местной командой «Носороги» со счетом 50-28. В селелях Наволок Прионежского района дотла сгорел частный дом. Сообщение о возгорании в Зазерии на улице Полярной поступило в МЧС вчера в 19.30. Огнем было охвачено порядка 90 квадратных метров. Пожар тушили 28 человек и 9 единиц техники. К моменту прибытия первых подразделений крыша была охвачена огнем и существовала угроза распространения пламени на ближайшие подстройки. В связи с отсутствием ближайших искусственных водоисточников была проложена магистральная линия от озера Логмазера. Это порядка 400 метров, благодаря чему была обеспечена бесперебойная подача воды и удалось защитить соседние строения от того, чтобы огонь не перекинулся на них. Погибших и пострадавших нет, причина пожара и виновные устанавливаются. Односельчане открыли сбор помощи для пострадавшей семьи. Реквизиты и номера телефонов для связи указаны в группе села Зазерия ВКонтакте, адрес которой вы видите на экране. За один день 71 человек сделал флюорограмму в мобильном комплексе в Петрозаводске. Передвижной кабинет стоит у гипермаркета «Лента» на улице Ленинградской. Оказавшись рядом быстро, бесплатно, без номерков и направлений, жители города и районов республики могут сделать снимок грудной клетки. Такая возможность появилась благодаря новому проекту в рамках диспансеризации. Несколько десятков раз в день рентген-лаборант повторяет эти слова. Людей, желающих сделать флюорограмму, что называется, на ходу, немало. Проходят обследования и пожилые, и люди средних лет. Все отмечают, это очень удобно. Если вот такие вот машины будут работать, здесь, там, в другом микрорайоне, это для людей будет лучше. Потому что не каждый человек побежит еще в поликлинику. Вот это самое главное. То есть это удобно? Да, это точно. Спасибо, что теперь стали делать. Для того, чтобы пройти обследование, нужен только паспорт. Результаты придут в электронную медицинскую карту в поликлинику по месту прикрепления. Если будет выявлена патология, сотрудник противотуберкулезного диспансера свяжется с пациентом для дальнейшего обследования и лечения. Карелия находится, скажем так, посередине, если брать северо-западный регион, имеет среднюю заболеваемость по туберкулезу. Но с учетом COVID-19, это было прогнозируемо, отмечается небольшой рост. Для того, чтобы вовремя выявить заболевание, как раз у нас направлены такие акции, потому что с помощью метода флорографии можно выявить заболевание не только туберкулез, а вообще патологию органов грудной клетки, рак тот же. На ранних стадиях, соответственно, помочь пациенту более успешно. На улице Ленинградской передвижная установка будет работать по 5 мая, неделю в конце мая, 3-4 июня у Магнита на Казарминской и в конце июня у Лотосплаза. Анжела Дробышевская, Алексей Миронов, Служба новостей. Ветеран и наш земляк Борис Павлович Бойцов побывал в Петрозаводском автотранспортном техникуме, в котором он и сам когда-то учился. На встрече он рассказал немало историй о событиях, которые пережил в годы Великой Отечественной. О службе под другим именем и непредсказуемых поворотах судьбы расскажем в нашем сюжете. На его груди десятки медалей, за плечами война, о начале которой он узнал, будучи 14-летним мальчишкой. В тот момент он с друзьями был на вышке на 45 метров выше земли. Указ инструктора по парашютному спорту немедленно прыгать по одному. Уже в 16 лет бойцов Борис Павлович хотел попасть на фронт, но у медкомиссии были на него другие планы. Сидит пожилой профессор какой-то, ну уже подполковник, я видел, понял здание. Он у меня посмотрел, что у вас с глазами? Я говорю, ничего, нормально, проверьте. Ну, это девчонка подвела меня к этой таблице. Туда, 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 туда. Ну, значит, смотрю. Как? 0,9. Недостаточно. Он прямо тут, наверное, 0,9 негоден. Но были и те, кто на фронт не хотел. Тогда Борис Павлович и встретился с человеком, с которым было принято решение обменяться красноармейскими билетами. Каждый получил желаемое. С тех пор я начал уже быть не бойцовым, а Домишкевичем, Руфом Васильевичем. Я, значит, войну всю прошел. До самой Праги, до Мишкевичем. В первые дни на фронте Борис Павлович со своими сослуживцами прибыли в дивизию в двух-трех километрах от поля боя. Стрельба слышалась, но не близко. Ночевали в землянке. Однажды в часть вернулись пятеро разведчиков с задания. Все живые и без ранений. Мы там начали уже дремать. Вдруг команда встать в нашей группе. А у нас там пять человек лежало. В чем дело? Выйти отсюда и лечь к выходу. Туда лягут сейчас разведчики, которые уже устали. Им надо отдохнуть. А здесь у дверей, поскольку отхождение и прочее, им будет мешать. Этой же ночью землянка обвалилась с дальнего края. Все разведчики погибли. Это был не единственный приказ, который спас Борису бойцову жизнь, но забрал другие. О победе Борис Павлович узнал, будучи в городе Ческий дуб, не доходя 30 километров до Праги. И утром рано встали, салюты, салюты, стрельба. В чем дело? Вышли оттуда. Победа, победа. Это было 9 мая. Полное интервью с Борисом Павловичем бойцовым смотрите в ближайшие выходные в наших соцсетях. В нем вы услышите множество других историй, которые пережил 96-летний ветеран и житель Петрозаводска. Дарья Белова, Станислав Шведов, Служба новостей. Участникам акции «Бессмертный автополк» рассказали о том, как лучше размещать на транспорте изображения участников Великой Отечественной войны. Напомним, в этом году «Бессмертный полк» в привычном формате проводить не будут. Однако все желающие смогут разместить на автомобилях портреты родственников участников Великой Отечественной войны. Помимо самого портрета допускается размещение фотоорденов и медалей ветерана, а также истории его подвига, которую любой желающий прочитает на припаркованном автомобиле. Напоминаем, что наносимые на транспортные средства изображения не должны ограничивать обзорность с места водителя. Рекомендуется размещать их на заднем и боковых задних пассажирских стеклах. Кроме того, чтобы фотографии сохранились в достойном виде, советуем крепить их на автостекла с внутренней стороны. Кроме того, портреты своих героев можно опубликовать в интернете или выставить в окнах домов. В Петрозаводске стартовала серия кинолекториев в рамках празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Для школьников и студентов состоялся показ российского художественного фильма «Т-34». Тема войны и тема тех событий, она должна быть представлена чем раньше, тем лучше. И мы очень надеемся на то, что ребята этот фильм поймут и обязательно о нем поговорят после того, когда закончится просмотр. Поколение молодое, конечно же, хотелось бы преподнести такой фильм, который оставит у них впечатление, потому что восприятие у молодежи совершенно иное. Военная драма Алексея Сидорова, вышедшая в 2019 году, рассказывает о подвиге советских танкистов. Именно тогда легендарный танк был для противника реальной угрозой. Это как раз-таки тот самый фильм, на который нужно приходить без попкорна. Наш советский фильм и российский фильм современный школьник перестал смотреть. Поэтому важно показывать через такие мероприятия, что у нас отечественное кино достаточно выпускает хорошие, качественные фильмы, которые учат не только смеяться у экрана, но еще и задумываться о том, какой была война и какие нравственные принципы и ценности мы сегодня воспитываем сами в себе и друг в друге. А 10 мая более взрослые ребята, студенты вузов и техникумов в рамках кинолектория посмотрят советский шедевр киноискусства «Фильм летят журавли». И это все новости на сегодня. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok